Путин заявил, что лимит на революции в России исчерпало в 20 веке. О как! Ну сейчас 21 век, так что в 20 может и исчерпало. Россия исчерпала свою лимит на революции, теперь нужно эволюционное развитие общества и государства, власти сделать все, чтобы ситуация в стране была стабильной и програнизируемой. Свой лимит на ТТ. Ну в общем, короче, молодец. Только знаете, и тут дежурю какой-то. Помните, 21 июня 2016 года Медведев, выступая там перед бизнесменами, сказал, что Я вам прям показываю, чтобы не быть голословным. Медведь заявил об исчерпании России лимита революции, да? И говорит то же самое слово в слово. То есть вероятнее всего текст писал один и тот же урод. И для Медведева, и для Путина, да? И такое вы уже, помните, было такое уже, когда Путин произносил медведевские тексты. Вначале Медведев этот текст произносил, а потом Путин, да? Удивительно. То есть, я так понимаю, что это пишет один и тот же человек, но, может быть, он какие-то вещи употребляет, может быть, у него память херовая, поэтому он что-то... А может быть, он просто думает, что у нас память херовая. Еще он там писал в 16-м году, он взял, чуть-чуть там перелицевал и прокатит, и так далее. Ну, они, как матру, это произносят, лимит на революции, исчерпан. А кто этот лимит установил? Путин установил, Медведев, Господь Бог установил. Кто установил лимит на революции? Я вот хочу революции как можно больше хороших и разных. И я думаю, что таких, как я, очень много сейчас. И в мире количество таких людей все увеличивается, которые хотят революций больше хороших и разных, а не каких-то выборов, да? Без выбора. Позвольные люди не только твердят одно, как зомби революции и гражданской войны России не переживет, а то, что гражданская война в РФ уже идет полным ходом. Кирилл, вы заблуждаетесь, вы же понимаете, кто такие пожилые люди? Это те, которые в советский период воспитывались, родились и воспитывались. А что такое в советский период гражданская война и революция? Ну, как что? Это эпос. Это эпос советский, да? Революция. Слово революция с абсолютно положительным знаком в советский период. Слово гражданская война с абсолютно положительным знаком. Песни про гражданскую войну, про тачанку, там про что хотите, да? И с налета, с разворота по цепи врагов густой застрочит из пулемета пулеметчик молодой. Это с ужасом, что ли, пель? Да это с радостью пель. Это с радостью, с восхищением пель, с удовольствием, как он, блядь, по цепи врагов густой, из пулемета херачит этот пулеметчик молодой. Это же представлялось все, это же там, эти образы, никак ты их не вышибешь. Павка Корчагин, Зимний дворец берут, я не знаю, Аврора стреляет, блядь, броненосец Потемкин. Да что хотите, эти же образы, никак их не уберешь. Они абсолютно положительные. И сейчас просто произошел виток очередной. То есть, революция и гражданская война, символы абсолютно положительные. Образы, которые с этим связаны, тоже положительные. Все Павки Корчагина и прочее, прочее. Вот прошел, там полвиточка прошло. Наступили всякие 90-е, 2000-е. Путин начал рассказывать и вся эта мразь, что революция это плохо. Да, там либеральная вся эта публика, псевдолиберальная. Революция это плохо там. Ну, конечно, потому что революция отнимет то, что они наворовали. И полностью виток завершился. И опять революция стала хорошо, понимаете? Ну, это закон отрицания и отрицания, диалектика. Продолжение следует...